Продолжение следует... Новости на канале 12. Меня зовут Виктория Пименова. Здравствуйте и коротко о главном сегодня. Правила получения бесплатной земли многодетными семьями изменились. Участки теперь выделяют поселение, а не районная администрация. Подробности расскажем в новостях на 12-м канале. Сегодня отмечается Национальный день донора. Почему этот праздник можно назвать профессиональным и как сказывается сдача крови на здоровье, сегодня выясняли Иван Бурыкин и Сергей Павлов. Престижная национальная театральная премия снова у Вологодчины. На этот раз золотую маску получила компания «Северсталь». О том, как это было из Москвы, Евгений Макиньевский, Дмитрий Маков и Иван Светков. Итак, бесплатные земельные участки. Многодетным теперь будут выделять самостоятельно сельские поселения. В России изменился земельный кодекс. Полномочия с районных администраций сняты. Согласно областному закону, который вступил в силу сегодня, до 1 июля, нужно сформировать новые очереди. С новыми правилами сегодня познакомился мой коллега Павел Панов. Мама шестерых детей Светлана Борисовна вместе с супругом решили из квартиры переехать в свой частный дом. Узнали, что многодетным семьям выделяется бесплатная земля. Подали заявление в администрацию Череповецкого района, их поставили в очередь. Однако с 1 марта произошли изменения в земельном кодексе. Вот эти заявления принимают сельские поселения, сами они районы, организации. И меня интересует вопрос, не поставят ли меня в конец очереди. Куда обратиться, что переписывать мне нужно заявление или это пройдет автоматически как-то. Помимо изменений в кодексе, сегодня вступил в силу и новый областной закон. Согласно документу, до 1 июля должна быть сформирована новая очередь. То есть, те многодетные семьи, которые уже подали заявление и стоят в очереди, перейдут в списки поселений с сохранением последовательности. Сообщить о желаемом сельском поселении района нужно будет самим в ближайшее время. Сейчас специалисты района направляют в адреса многодетных семей специальные уведомления. В течение 10 дней они с момента получения должны известить нас, где они хотят. Те граждане, которые не обращались до настоящего момента в праве написать заявление в то сельское поселение, в которое бы они хотели получить участок, в наш район с указанием участка, то есть в администрацию района, и также в многофункциональный центр, который у нас на 1-й майской 58. Сейчас в очереди на бесплатную землю в районе стоит 659 семей. Причем эта очередь была разделена на три направления в зависимости от целей. Под индивидуальное жилое строительство 465 заявлений с целью иметь личное подсобное хозяйство 92 заявления, и под строительство дачи 102 семьи направили свои заявления. В городе иметь бесплатную землю хотят 1704 семьи. Многодетным семьям необходимо в первую очередь получить удостоверение, и после этого они в праве обратиться с заявлением и необходимыми документами. Это паспорт, свидетельство о рождении, соответственно удостоверение многодетной семьи, в многофункциональный центр и подать заявления и документы на предоставление в собственность бесплатно земельного участка. В сельских поселениях в этом году будут делать проекты планировки будущих участков и затем межевания. Многодетные семьи уже в начале следующего года смогут получить землю. День рождения городского головы Ивана Андреевича Милютина отмечают в Череповце. По традиции на площади его имени собрались горожане, студенты, школьники, а также представители Череповецкой администрации. Череповец – это город, как говорили во времена Милютина, который построен Господом Богом по чертежам и планам Ивана Андреевича Милютина. Иван Милютин родился 186 лет назад. Почти полвека он был на должности городского головы. За 46 лет правления Ивана Андреевича Милютина в Череповце были открыты более десятка учебных заведений и другие социальные учреждения. Благодаря его деятельности город на Шексне получил железную дорогу. Сегодня у памятника городскому главе был выставлен почетный караул. Вахту памяти несли учащиеся полицейского класса 28-й школы. В подножии памятника череповчане и представители власти города возложили красные гвоздики, а также вспомнили о том, какой вклад в развитие Череповца внес Иван Андреевич Милютин. Около сотни череповчан пришли на станцию переливания крови. Сегодня в национальный день донора. Традиции сдачи крови в городе на Шексне сильны со времен Великой Отечественной войны, когда Череповец был городом-госпиталем. Через наши больницы прошли около двух с половиной миллионов человек, и многие из них выжили лишь благодаря самопожертвованию наших с вами прадедов. Иван Бурыкин встретился с нынешними донорами-ветеранами и донорами-ветеранами. Родная кровь. Именно так называют себя эти женщины. Все они ветераны станции переливания крови. Проработали здесь не один десяток лет и уже давно стали настоящей семьей. Сегодня они встретились, чтобы вспомнить дела давно минувших дней. Среди них несколько детей войны. Поколение, которое на своих плечах поднимало страну из послевоенной бедности. Были времена разные. Были периоды, когда мы за день донорский брали по 170 человек. Такой был наплыв, такой был патриотизм, такое желание у молодежи и зрелого населения. Есть среди пришедших и ветеран Великой Отечественной. Грудь в медалях, 52 года стажа, сдача крови каждый месяц. Нине Павловне не даже 90. Просто это самое наглядное доказательство того, что донорство положительно сказывается на здоровье. Ветеран рассказывает, что с самого начала Череповецкой станции переливания больше всего сдавали крови и ее компонентов именно сами работники. Среди них немало почетных доноров. Такое усердие в годы войны заметили даже на самом верху. В 1944 году уже, когда доноры захотели помочь фронту, доноры сдали кровь бесплатно на танковую колонну «Череповецкий донор». Лично я носила эту телеграмму Сталин, носила на почту. Получили ответ от Сталина благодарственное письмо. После развала Советского Союза ситуация поменялась. Доноров стало меньше. Зато улучшилось оснащение. Пока город обеспечивает себя кровью. И даже помогает шести районам. Белозерскому, Устюженскому, Шекснинскому, Чагодощенскому, Кайдескому и Бабаевскому. Специалисты говорят, что у нас сильны традиции. В Череповце примерно 4,5 тысячи почетных доноров. Череповец, пожалуй, один из немногих городов, где количество почетных доноров, оно и высокое достаточно количество, и стабильно растет. Это очень хорошо. Во многих череповецких семьях есть такие традиции быть донорами с поколения в поколение. Сейчас в дефиците первая группа с отрицательным резусом. Доноров с ней не так много, а спрос велик, ведь она является универсальной и подходит всем людям. Здесь, на станции переливания крови, ждут тех, у кого доброе сердце и хорошее здоровье. Именно их кровь каждый день спасает несколько жизней. На Мамаевом Кургане сегодня открыли памятник Волокжанам, защитникам Сталинграда. Идея принадлежит ураженцу Кичманского городка Горгонию Михайловичу Подьякову. Он родился в 1926 году, но на фронт призван не был по возрасту. Всю свою жизнь он посвятил сбору документов о Волокжанах, участниках войны. Благодаря его труду стали известны места захоронения более 3000 Волокжан, а 360 фамилий уроженцев Вологодской области выбиты на стенах воинского мемориального кладбища на Мамаевом Кургане. Горгония Михайловича, который, кстати, много лет прожил в городе, «Волжский» под Волгоградом не стало в ноябре 2014 года. Однако его идею подхватило Вологодское объединение поисковиков, общественная палата, региональное правительство и губернатор Олег Кувшинников. После обсуждения вариантов, предложенных архитекторами, была одобрена идея Людмилы Майоровой. Волокжане сами собрали деньги на памятник. Я очень рад, что сегодня мы такой большой делегацией приехали и благодаря инициативе ветеранов и поддержке Ивановича установили этот монумент здесь. Сейчас наши родные в Волокжане могут приехать, поклониться нашим землякам, положить цветы к монументу, который мы установили в честь доблести наших воинов, наших Волокжан здесь, в Волгограде. Компания «Северсталь» получила «Золотую маску». Церемония вручения Российской национальной премии прошла в минувшие выходные в Московском театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Престижную награду крупнейшее предприятие Волокжане получило за вклад в развитие театрального искусства. Алексею Мардашову маску вручил министр культуры Владимир Мединский. Как это было, расскажет мой коллега Евгений Макеевский. «Золотая маска» разменяла третий десяток событий этого. В театральной среде ждут, затем много обсуждают, соглашаются и спорят. Этот год не стал исключением. В кулуарах перед самой церемонией главный вопрос – кто лауреат, а кто так и останется номинантом. И все-таки о своих прогнозах до награждения даже мэтр предпочитает не говорить. «Не ваше дело. Не ваше собачье дело». Армен Джигарханян может не волноваться, у него уже маска за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. На сцену обладатели этого приза вызовут последними и долго будут аплодировать стоя. Аплодисментами встретят и главу Северстали Алексея Мардашова. У компании теперь тоже есть своя золотая маска за вклад в развитие театрального искусства. Они поддерживают нашу мысль, они поддерживают нас, они поддерживают огромное количество вкладковых проектах. Регионы, где расположены производства Северстали – это крупная производственная компания. Вот уже несколько лет компания проводит фестивали в городах своего присутствия. Лучшие театральные постановки обладатели престижной премии могут видеть жители городов – работники предприятий Северстали. Как-то исторически сложилось, что мы хотели поддержать отдельные инициативы, прежде всего в регионах. Наша поддержка «Золотой маски» прежде всего касается поддержки проведения фестиваля или выезда фестиваля в такие города, как Череповецка, Стамукша, Рига. Города, где есть присутствие предприятий нашей компании. И как-то исторически год за годом мы уже много лет немножко помогаем фестивалю. Но и вот это и привело к тому, что фестиваль заметил наш в общем целом скромный вклад. Но мы рады, что он приносит пользу. По словам Алексея Мардашова, приз – стимулы дальше поддерживать театр. А это значит, что череповецкие театралы могут готовиться к традиционному осеннему фестивалю «Золотая маска» в Череповце. Я знаю, что будет три спектакля, три театра. Могу точно сказать, что будет ТЮЗ. Остальные театры сейчас еще определяются. Но это будут московские театры. В этот раз «Золотая маска» придет и в Вологдон. Сейчас этот проект обсуждается в правительстве области. Действительно, в этом году есть идея в рамках проекта «Фестивальное лето» пригласить одного из лауреатов или номинантов для того, чтобы спектакль появился и в Вологде. Мы рассчитываем, что все-таки это удастся сделать этим летом. Если нет, то уже в новом театральном сезоне осенью. Кого увидят череповтяне и волокжане, вопрос открытый. Обладатели «Золотой маски» сейчас на расхват. Еще один проект, который появился у фестиваля – «Золотая маска» в кино. Зрители 35 городов России в кинотеатре смогли увидеть лучшие театральные постановки, в том числе и в «Череповце». Проект признан успешным, а это значит, что «Золотой маски» на Вологодчине станет еще больше. Евгений Макеевский, Дмитрий Махов, Иван Цветков из Москвы. Новости на канале 12 еще не все смотрите во второй части. Первые череповецкие новобранцы весеннего призыва отправились сегодня в войска ежедневно на областной призывной пункт. Будут отправлять по 20 жителей Череповца и района, а всего весной в армию уйдут 450 юношей. Мужчина, который попал под колеса иномарки в эти выходные, умер в больнице. Подробности этого трагического происшествия расскажу о новостях на Первом городском. Ежедневно в мире совершается более 600 тысяч ошибок в словах русского языка. Более одного миллиона мягких знаков страдает в слове «нравиться». Остановить это безграмотное безумие. Пытались череповчане в минувшие выходные. Город Металлургов присоединился к международной акции «Тотальный диктант». Подробности в новостях на канале 12. Об этом не только. После короткой рекламы далеко не уходите. Нам есть о чем рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победа 95, телефон 52-08-32. А теперь новости от «Ванны и ванны». Уже сегодня в салонах «Сантехника Люкс» современная мебель для ванных комнат. Ванны, душевые кабины компании из Словении «Колпасан». Обладатели престижной мировой премии за дизайн ванных комнат. Сантехника премиум класса «Колпасан» в салонах «Сантехника Люкс». Череповцы на Командарма Белова, 36 и Октябрьском проспекте, 49. Выбор на 100%. Торнадо заменяет лопату и тяпку. Торнадо – то, что надо. Глосс. Северо-западный второй этаж. Одевайся в стоп-шоп. Кроссовки от 449 рублей. В советские 56-й ЦИАВАЛОН. Хороших дверей для вас еще больше. Межкомнатные, металлические, красивые и прочные. Ассортимент фурнитуры и ламината. Хорошие двери – то, что вам надо. Проспект Победы, 105, Ленина, 92 и Октябрьский, 39. Хорошие двери. Мы в каждом районе города. Хочешь получить модную профессию? Легко. Туризм, связи с общественностью, реклама, дизайн и еще 50 специальностей направлений подготовки ждут тебя. Череповецкий государственный университет. Учись у нас. Магазин «Шикарные двери» представляет. Только сейчас скидки 25% на 25 моделей дверей. Шикарные двери. Череповец «Рахи-54». Сельхоз предприятия «Перспектива» из деревни Иваново, что за устюжный, производит абсолютно натуральные продукты. Молоко, сливки, масло, творог и сметану жирностью 42%. Приглашаем вас за наши продукции в «Северный градус», «Каравай», «Десяточку» и другие магазины Череповца. Без боли и шрамов. Лечение варикоза, пластика, грыж, удаление новообразований. Проводим операции на суставах. Хирургический медицинский центр «Гиппократ». Звоните 624-002. Стоматологический центр «Веснадент». Телефон 5454-18. Мы возвращаемся к новостям. Четыре человека погибли по вине пьяных водителей в этом году. А они все продолжают думать, что вполне безопасно колесят по дорогам. Более 20 пьяных отстранили от руля. В эти выходные инспекторы ГИБДД в городе вновь прошли массовые проверки и рейды. В ночь с пятницы на субботу с полицейским отправилась и наша съемочная группа. Все подробности далее. Штраф и лишения мы вас умоляем, напугали. Думают надрезвые водители и приспокойно садятся за руль. Площадь химика в патрульной машине – мотоциклист. Как и все пьяные водители, был уверен – едет хорошо. Только вот незадача с мотоцикла упал, да и чуть не под колеса автомобиля. Когда он начал выполнять поворот направо, он накренился и почти упал. Сзади меня ехали сотрудники ДПС. И сразу же оперативно остановились, задержали его. Хорошо, что произошло так, а не произошел несчастный случай. И что вдруг в таком состоянии на дорогу потянуло, интересуются инспекторы у водителя двухколесного транспорта. Ой, как пахнет-то от вас. Чего пили-то? Ничего не пили? А, радухи. Духи, да, такие у вас? Водка, пиво называется. Место на площади химиков урожайным на пьяных оказалось. Пока оформляли мотоциклиста. По встречной полосе прямо в руки инспекторам приехал автомобиль. На стекле желтый знак. Правил не знает, да еще и пьяным оказался. С мужчиной была пассажирка. Не боитесь вот так вот поехать? Собьет кого-нибудь, столб режется. Вы пострадаете, ему ничего не будет. В принципе, он почти мой гражданский муж, я ему доверяю. С пьяным автолюбителем сел в один автомобиль и другой пассажир. Компанию задержали в Зашекснинском районе. Вот водитель решил бегать по лесу от инспектора в ГИБДД. Конечно, догнали. А что убегал-то вообще? Просто так? Чтобы погонялись? Да, он мне пока убегал. А что алкоголем пахнет? Пил он потом. Что пил? Не болт. Права человека, конституции, обязанности инспекторов и еще что-то там. Все припомнил пассажир полицейским. Это он друга защищал. О том, что сами на пару с водителем законы не соблюдают и игнорируют безопасность других, как-то не вспомнил. Права человека. Так вы же задержали человека. Вы кто такой? Вы кто такой? Так сотрудник пилиции, так вы кто такой? Водителя для дальнейшего разбирательства в отдел полиции увезли сотрудники ППС. А далее инспекторы задержали нарушителя спокойствия во дворах на проспекте Победы. Он совершил столкновение и скрылся с места происшествия. Где разбили, когда? Рассказывайте. Жена была за рулем. Жена была за рулем. На этого гражданина составили материалы за пьяное вождение и уезд с места аварии. А тем временем в Заречье еще один нетрезвый водитель. Дама. Праздновала день рождения, потом села за руль. Подругу отвозила домой. Вместе с Виле отдыхали. Повезла подруга. Где подруга? Ну, ушла. Подруга ушла. Женщина сказала. С первого раза привлекается? Не первый раз? С 2018. В ночь с пятницы на субботу инспекторы ГИБДД задержали 8 нетрезвых водителей. А всего за выходные дорожные полицейские отстранили от руля 25 автоалкоголиков. Мужчина попал под колеса машины. В эти выходные авария произошла 18 апреля около 14 часов на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького. По данным ГИБДД, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. А в этот момент на зеленой двигалась Тойота Камри. Водитель иномарки не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга доставили в реанимацию во 2-ю областную больницу. По словам специалистов, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Накануне днем мужчина скончался. С начала года под колесами машин погибли 5 череповчан. Инспекторы ГИБДД напоминают пешеходам быть внимательными при переходе проезжей части. А автомобилистам, в свою очередь, они должны соблюдать скоростной режим. Рекомендуем пешеходам быть внимательными при переходе проезжей части, так как очень большое количество дорог в городе Череповце имеют многополосные движения. То есть необходимо строго убеждаться, что горит зеленый разрешающий сигнал светофора. Ни в коем случае не начинать свое движение сразу же после того, как загорелся зеленый сигнал. Немножечко подождать, осмотреться. Новобранцы из Череповца пополнили вооруженные силы. Сегодня прошла первая весенняя отправка. На призывной пункт явились 19 человек. Молодым людям из Череповца и района по традиции пожелали успехов в службе и обратили особое внимание на то, что нынешний призыв проходит в канун 70-летия со дня победы. Как отметил военком Виктор Толстыков, молодые люди принимают эстафету своих дедов и прадедов, которые с оружием в руках защищали родину. Всего в этот призыв в армию из Череповца отправится 450 человек на областной призывной пункт на этой неделе. Будут отвозить по 20 человек каждый день. В основном молодым людям придется служить в военно-воздушных силах, ракетных и внутренних войсках. В Череповец должны пополнить и президентский полк. У родителей будет возможность навести своих детей и служить. Жители Череповца района будут на северо-западе и в центре России. Большое количество запятых, архаизмов и других подвухов русского языка. Тотальный диктант написали череповчане в минувшие выходные. В международной акции город Металургов участвовал третий год подряд. В этом году организаторы обнародовали устрашающие данные. Вирус неграмотности, как опасное заболевание может вырасти до размеров пандемии. Как борется с этим череповчане, выяснила Вера Кучеренко. Более 600 тысяч ошибок в словах русского языка совершается ежедневно. И каждый день в слове «нравиться» страдают более 1 миллиона мягких знаков. Вот с таких страшных новостей начали тотальный диктант организатора акций. Срочные новости. Мировые благотворительные организации, такие как ЮНЕСКО и Международный союз охраны природы, опубликовали на этой неделе совместно заявление. В нем говорится, что биологический вид «человек, пишущий по-русски грамотно», находится на грани вымирания. Тотальный диктант борется с неграмотностью 12-й год подряд. За это время акция приобрела международный характер. В этом году в ней приняли участие 549 городов мира. Всего для тотального диктанта по всей стране подготовлено около 1000 площадок. В Череповце это 5 больших аудиторий, каждая рассчитанная на 120 человек. И судя по тому, что мы их сейчас видим за 20 минут до начала диктанта, все аудитории будут заполнены. А вот в последнюю минуту буквально подошли курсанты нашего военного училища. К наплыву желающих проверить грамотность организаторы были готовы. Мы хотим, чтобы наши жители получили весь тот пакет услуг, что и все остальные. Мы заботимся о их удобстве, поэтому взяты поточные аудитории. Это 5 поточных аудиторий, рассчитанных, каждая на 100 с небольшим человек. Ну и, естественно, есть запасные аудитории. Поэтому вот то, что мы пытались, приглашали регистрироваться заранее, было связано только с одним. Мы хотели обеспечить максимальный комфорт тем, кто придет писать. И все-таки некоторым участникам места не хватило. Однако это никак не повлияло на желание участвовать в акции. В свой выходной день написать тотальный диктант пришли около 600 череповчан. Пришла улучшить результаты прошлогоднего тотального диктанта. В прошлом году у меня было три пунктационных ошибки. Надеюсь, в этом году у меня и будет. Раньше, когда училась в школе, я даже не знаю правил, просто наугад чувствовала, как нужно вообще, где точки, где запятые вообще, какие знаки припинания. Естественно, что-то помню, что-то забыла. И хочется грамотно и правильно написать, разговаривать на своем родном языке. И решила проверить, насколько хорошо мне это получится. Я решила принять счастье как раз таки, потому что я пишущий журналист. И, грубо говоря, надо держать себя в форме. Работая с компьютером, часто ловлю себя на мысли, что стало не то, чтобы забывать, но не обращать уже внимание на то, как пишутся те или иные слова. Вот мне это не нравится, это настораживает. Проверка знаний вышла совсем нешуточной. Много запятых, архаизмы, даже сам автор. Прозаик Евгений Водолазкин в интервью федеральной прессе отметил, что изначально написал доступный текст. Но по просьбе организаторов тотального диктанта его усложнил. Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар. Ранней осенью, на исходе дня. Свой текст Евгений Водолазкин диктовал на родине тотального диктанта в Новосибирске. А в других городах авторское прочтение можно было услышать в записи. И это уже традиция. И также традиционно каждый год тотальный диктант собирает все большее количество участников. А вот будет ли больше отличников по сравнению с прошлым годом, пока неизвестно. На данный момент идет проверка работ. Свои оценки абсолютно анонимно можно будет узнать на официальном сайте акции. Победители городского этапа межрегионального конкурса «Танцплантация-2015» назвали сегодня. Из 43 команд участниц жюри отобрало 20. Подробный список рейтинга опубликован в группе «Танцплантация ВКонтакте». Среди победителей представители как начальных, так и общеобразовательных школ, а также школ с углубленным изучением предметов, в том числе женская гуманитарная гимназия и АМТЭК. Напомню, городской этап проводился в трех возрастных категориях команды с 1 по 4 класс, с 5 по 7 и с 8 по 11 класса. 20 команд, набравших наибольшее количество баллов, сразятся в танцевальном марафоне в финале межрегионального конкурса «Танцплантация». Он пройдет 21 мая в 16.00 на площади Металлургов. Кроме череповецких школьников, в нем примут участие танцоры из Вологды, Кириллова, Белозерска, Калининграда, Великого Устюга и Междуреченского района. Юные футболисты открыли сезон традиционным турниром памяти тренера Геннадия Староверова. Соревнования прошли в выходные на стадионе «Металлург». В этом году мы решили провести турнир, не приглашая команды индивидуальных городов, практически только города нашей области. Нужно посмотреть молодые таланты, юные таланты, которые зажигаются в Вологодском футболе. Убрать возможность ребятам проявить себя. Соревновались шесть команд мальчиков 2005 года рождения. Холодная совсем не весенняя погода. Помеха не стала. Ребята привыкают играть в любых погодных условиях, и праздник получился. График игр был достаточно жестким. Каждый должен был сыграть с каждым, то есть провести по пять матчей за два дня. В итоге лучше всех турнирный путь неожиданно для многих прошла команда из Бабаева. Череповщане обыграли бабаевцев, но две ничьи в других матчах отодвинули хозяев поля на второе место. Третье призовое место заняли футболисты из «Сокола». Сразу после прогноза погоды сериалы ее звали Никита, шпионка и всемогущие Джонсоны. Ну а на сегодня у меня вся информация. Если вы что-то в наших новостях пропустили, обязательно заходите на наш сайт. Напомню, адрес 35media.ru. Там можно почитать, можно посмотреть все материалы. А также следите за новостями вместе с нами в Фейсбуке и Твиттере. И обязательно присоединяйтесь к нашей официальной группе ВКонтакте. Что ж, следите за новостями постоянно с 12 каналов в 13.30 и 20.30. Ну а я с вами прощаюсь и ухожу в отпуск на две недели. Всего доброго, увидимся. Вот и наступила долгожданная весна. Время новых планов, желаний и новых покупок. А Восточный экспресс-банк приглашает всех воспользоваться новым кредитным предложением и поучаствовать в весенней акции. Да, действительно, у нас появился новый, быстро набирающий популярность продукт. Ориентированный в первую очередь на людей, которые не любят и не хотят переплачивать по кредиту. Все очень просто. Вы оформляете у нас кредит, и процентная ставка снижается каждые 6 месяцев. Соответственно, сумма переплаты становится существенно меньше. Достаточно всего лишь не допускать просрочек. Проще говоря, платите вовремя, платите меньше. Я всегда плачу вовремя по кредиту. И, конечно же, мне нравится, что Восточный экспресс-банк снижает мне ставку. И кредит получается дешевле. Сейчас в нашем банке проходит весенняя акция, в рамках которой можно получить кредит со ставкой всего 20% годовых. Для этого вам понадобится всего 15 минут и паспорт. Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2015 года. Спешите обратиться в отделение банка уже сейчас. Мы с радостью ждем вас. Дрессированные животные, веселые клоуны, шоу фонтанов и многое другое. Долгожданная премьера московского цирка на воде состоялась. В эти выходные в Ледовом дворце артисты представили удивительное и завораживающее шоу. Хорошее выступление, нравится. Мне больше всего понравились акробаты на скакалках. Клоун падал. Мне безумно понравились мыльные пузыри. Вообще все шоу яркое, живое, красочное. Увидеть это своими глазами можно 25 и 26 апреля. Два дня, четыре шоу. Успейте купить билеты на красочное и фееричное представление артистов московского цирка на воде «Аква». Премьера состоялась при полном шлаге. Все хорошо, зрители довольны, чему я безумно рад. Напомню всем жителям города Череповца, что мы здесь находимся до 26 апреля. Будем рады видеть вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова